Неожиданное продолжение получила история с избиением водителя скорой помощи в Караганде. Пострадавший Тори Гали Беркалиулы решил простить своего обидчика. Об этом мужчина заявил на своей странице в социальных сетях. Записал он это видео после того, как Нурбулата Дакибаева задержала полиция. Поймите правильно, я вам скажу одним словом, Аллах прощает всех, как бы ты ни ошибался, он прощает, так что и я прощаю. Поймите правильно, я не говорил, что хочу предать суду человека, я таких слов никогда не говорил и не буду говорить. Потому что все мы грешники, все мы ошибаемся, все мы люди. Давайте сделаем так, чтобы было всем хорошо. В видеоизвинения записал и сам подозреваемый. Судя по всему, запись была сделана незадолго до задержания. По словам Дакибаева, он готовился явиться с повинной и попросил прощения у водителя скорой и у всех казахстанцев. Добавил при этом, что совершенное правонарушение не дает ему покоя. Сделанное не дает мне покоя, это меня мучает, моя мама очень переживает. Я прошу прощения у всех и у медработников. Я не хотел причинить никому зла, прошу прощения у потерпевшего, которого я избил, у братьев-мусульман. Я осознал свою ошибку. Простите меня ради Аллаха. Пока неизвестно, как слова обоих участников конфликта отразятся на дальнейшей судьбе Нурбулата Дакибаева. В полиции ролики никак не комментируют. Стражи порядка лишь уточнили, что явки с повинной не было. Подозреваемого нашли в ходе розыска. Добровольной сдачи разыскиваемого подозреваемого Дакибаева юридически и фактически не было. Сотрудниками криминальной полиции проведен комплекс разыскных мероприятий, в результате чего Дакибаев, находившийся в межгосударственном розыске, задержан. Расследование уголовного дела проводится в соответствии с требованиями уголовного законодательства о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела. Напомню, 26 января в одном из дворов Караганды был избит водитель скорой, которая приехала на вызов к ребенку. Прохожему не понравилось, как была припаркована машина не от ложки. У пострадавшего множественные переломы, ушибы и гематомы.